Наша традиционная пятерка недели на этот раз – продукты, которые, как доказано наукой, способны поднимать настроение. Мы – это то, что мы едим, и на эмоции еда тоже очень даже влияет. Кусок торта, аппетитный бургер, чипсы. Когда настроение не очень, хочется именно такого – сладкого и жирного, да побольше. Но врачи советуют – обманите свой организм. Не обязательно есть что-то вредное. Предложите ему жирное, но полезное. Например, рыбу. Она богата омега-3 жирными кислотами. А они, научно доказано, влияют на наше настроение. Когда клетка нашего организма, любая, в том числе и нервная система, которая отвечает за наше настроение, не дышит, мне не хватает кислорода. Те вещества, о которых мы говорим, да, антиоксиданты, омега-3, они дают возможность нашей клетке зажить новой позитивной жизнью. Ещё одно важное вещество из рыбы – витамин D. Вообще он синтезируется у нас в коже под действием солнечных лучей. И хандру в холодное, тёмное время года учёные связывают с его недостатком. Специалисты во всём мире включают рыбу в диеты против депрессии. Диетные ресурсы витамина D – ойли фиш, лучше всего жирная морская рыба, в ней максимальное количество витамина D. Особенно богаты кожа и коричневая прослойка между кожей и мясом. Их тоже стоит съедать. Учёные давно заметили – в регионах, где едят много рыбы, депрессии встречаются реже. Прекрасный допинг для нервной системы – это, конечно, орехи. Их эффект тоже научно доказан и объяснён. Я бы акцентировалась именно на микроэлементах, которые содержатся в орехах. Это всё-таки магний в большом количестве, это всё-таки селен. Мы знаем, что в орехах есть селен, да, и цинк. Все эти микроэлементы участвуют в создании хорошего настроения. Плюс орехи, как и рыба, богаты омега-3 жирными кислотами и витаминами группы В. Они тоже необходимы нашей нервной системе. Один из этих витаминов, В9, называется также фолиевой кислотой. И особенно его много во всех продуктах, которые имеют зелёный цвет. Слово «фолиевое» происходит от латинского «фолиум» – «лист». И впервые её получили из листьев шпината. Но богаты этим витамином все зелёные овощи. Спаржа, капуста-брокколи, петрушка, укроп. Термическая обработка очень быстро разрушает фолиевую кислоту. Поэтому старайтесь не тушить или варить слишком долго. Сыр приносит нашей нервной системе совершенно конкретную радость – аминокислоту триптофан. В мозгу она превращается в серотонин, который называют гормоном радости. Можно использовать абсолютно любой сыр. Можно и рассольный сыр брать, брынза, или замечательные есть наши сыры, традиционные сулугуни, адыгейские сыры. А ещё, согласно некоторым исследованиям, кальций из сыра помогает выработке гормона сна – мелатонина. А ведь хороший сон тоже важен для настроения. Кстати, чтобы триптофан лучше усваивался, нужны углеводы и витамины группы В. Всё это есть в бананах. Плюс они являются источником быстрых углеводов, которые придают энергии. Но главное, почему бананы считаются фруктом счастья – это содержащиеся в них психоактивные вещества из группы алкалоидов. На короткий период времени алкалоиды могут вызывать чувство эйфории, то есть такой вот немотивированной радости. Вообще еда, несомненно, может влиять на эмоции и даже помогать при психических расстройствах. На Филиппинах есть целый ресторан хорошего настроения. Дословно его название переводится так – «У Ван Гога биполярное расстройство». Владелец заведения, как и художник, страдает от этого заболевания, которое проявляется в постоянной смене настроения. И все рецепты специально разработаны для борьбы с недугом. Мы сегодня вместе с телеведущим, актером и кулинаром Аскаром Кучерой тоже попытаемся приготовить обед хорошего настроения на основе научных рекомендаций. Конечно, должно быть и вкусно, не только полезно. В итоге получился салат из шпината, брынзы, обжаренных шампиньонов, моркови, перцев сладкого и чили, грецких орехов и соуса. Сок апельсина, сок лимона, причем лимона, естественно, немного меньше. И обязательно добавляю острого оливкового масла, немного соевого соуса. Я бы с радостью добавил еще бальзамического уксуса. На горячее стейк из семки. Я бы ее все-таки обжарила. Обжарили, да? Обжарила, да. При этом мы не говорим тогда уже о диетологии, да, мы просто говорим о хорошем настроении. Кто сказал, что в диетологии нельзя есть жареное масло? Оскар, вы только думаете о диетологах. Ну а на десерт бананы в шоколаде и орехах. А по мне видно, что у меня уже хорошее настроение. Ой, а у меня тоже настроение сразу лучше стало. Еще раз напомним нашу пятерку продуктов, способных по данным науки поднимать настроение. Рыба, орехи, зеленые овощи, сыр и бананы. Приятного аппетита и меньше поводов для грусти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова